Добрый день, дорогие зрители! Я Олеся Маринёна, главный редактор ТОП-Ньюс. Сегодня у нас в гостях замечательный гость, долгожданный гость на самом деле, Аркадий Милканян, бизнесмен из Южной Дакоты, общественный деятельный, потрясающий, умный, интересный человек. Добрый день, Аркадий! У тебя уже добрая ночь! Добрый день, добрый день всем! С Новым Годом, так как это после Нового Года я еще ни разу передачу не делал. Всех поздравляю и желаю, чтобы все были на оптимистичной нотке, как бы то там плохо не было, все равно у нас очень много положительных, хороших новостей в этом году тоже было. Было их немало. Спасибо, Аркадий, очень рада тебя видеть. Сегодня у нас нет заранее заготовленных вопросов, мы сразу предупредим, мы просто решили поговорить о очень, наверное, важной теме, на самом деле, которая волнует очень многих, это единый глобальный мировой сценарий. Сразу хотим предупредить, что все сказано это наши гипотезы, возможно даже фантазии, ну или домыслы, потому что так как мы с тобой, Аркадий, не являемся режиссерами мирового флэшмоба, мы не можем говорить что-то так или иначе. Мы только можем дать волю нашей аналитике, фантазии, нашим мыслям и рассказать зрителям о том, что мы сами для себя поняли. Конечно же, нельзя воспринимать нашу информацию как истину, и вот к чему я вообще на самом деле веду, что, дорогие зрители, давайте добавлять в жизнь осознанность, отслеживать желание переложить на кого-то ответственность за последствия. Давайте искать инструментов, а не кумиров. Мы давно с Аркадием это говорим. И начать хотелось бы с того, что на самом деле концептуальная власть это та власть, которая невидима, на наш взгляд. Это не та власть, которая у нас в каждой стране находится. И глупо было бы думать, что вся власть заканчивается именно страновыми властями, судебной, исполнительной, законодательной. Конечно же нет. Существует вот эта концептуальная власть, которая дает концепцию. Это жизнь единого преемственности поколений. То есть это те люди, которые прописывают глобальный мировой сценарий на столетия. И власть – это власть идей над обществом. И мы должны понимать, что это гораздо важнее, чем любой другой закон. Концептуальная власть носит, конечно же, анонимный характер. Мы, естественно, ее не видим. И вообще, на мой взгляд, те люди, которых засветили как-то в глобальном понимании, это пешки, марионетки. Потому что, на самом деле, концептуальщиков мы никогда не увидим. И понятия не имеем, кто они такие. И в этом их сила. Я лично считаю, что игра, по сути, на самом деле одна. Точнее, есть какие-то концептуальные силы, которые прописывают вот эти мировые глобальные сценарии. Они не лоббируют ни интереса ни Запада, ни Востока, как можно показаться. Они, на мой взгляд, вообще вписывают ход и в истории нашей земной жизни в какие-то космические сценарии. Потому что мы можем быть тысячу раз материалистами. Но мы должны отдавать себе отчет, но это тоже мое субъективное мнение, что что внизу, то и вверху. То есть то, что вверху, то и внизу. Мы можем также сказать, космос влияет на нас. И поэтому они, это люди, которые знают всю историю, настоящую историю, непереписанную. Они понимают, как будет развиваться общество, в каком концептуальном плане оно пойдет развиваться. Какая идея сейчас наиболее подходящая для развития земной жизни. Вот, Аркадий, ты вообще согласен с этой точкой зрения? Я согласен с тем, что, да, я, конечно же, согласен, что все, что мы видим, это марионетки. Но я не согласен с тем, что мы не знаем, кто это они. Прекрасно, я лично знаю, кто это они. Ты тоже. И они известны, эти люди. Можно пальцами показать, кто они. Их очень, в принципе, немного, но и немало. Это несколько семей. Их тинг-танки, такие как Bilderberg Group, Camero of 300, Club of Rome, CFR. Они даже это не скрывают, в принципе. И в основном, ну, можно сказать так, если грубо, тупо сказать так, вот грубо. Это центральные банки, те, кто печатают деньги на бумагах. Все начинается оттуда. Весь клубок начинается оттуда. А потом уже оттуда идут разветвления всех остальных планов, программ. И это все основано на финансовых манипуляциях, на, на, именно на, вот все, что сейчас происходит, это все о финансах. А остальное уже следствие вот этой всей программы. Я так изучил, так понял их, так как я слежу за этим делом после событий сентября 11-го. Ну, где-то месяцев 6, может быть, я был зомбирован полностью. И потом как-то мне, в общем, удалось, меня разбудил фильм America Freedom to Fascism. А Рона Руссо, это знаменитый фильм. И, ну, уже клубок стал оттуда разматриваться. Поэтому я не попадаюсь на всяких там инопланетян, серых, подвалы. Это прошедший этап для меня. Но то, что ты говоришь, это абсолютно так оно и есть, да. По большому счету я с тобой согласен, да. Аркаша, я понимаю, что тут какая-то вот ремарка. Я тоже так долго думала, как ты, да, но вот начать изучать какие-то, да, вещи более глубоко. Знаешь, я пришла к такому выводу, что банки – это инструмент для реализуемого сценария, который реализовался очень долго. Конечно, мы не можем сказать, сколько тысячелетий этот библейский сценарий, да, реализовывался. Но я тебе скажу так, вот эти хозяева денег, которые ты назвал, да, это просто тоже инструменты. Это, ну, как бы есть концептуальная власть, это потолок, это те, которые прописывают, ну, вообще как код истории, скажем так, да. Дальше идет идеологическая власть, которая, они как бы реализуют вот концептуальную власть, эти концепции привлекательные для общества формы. А затем идет вся власть денег, она идет намного уровнем ниже. Ты знаешь, вот эта вот концепция Коба, я когда увидела ее, она мне понравилась. Я там не совсем согласна в этом учении, да, как любое другое учение, я хочу сказать, что вот мое личное мнение, что истины на самом деле нет вообще нигде, вот стопроцентная истина нет ни в науке, ни в эзотерике, ни в религии. И везде вот в этих отраслях раскидана какая-то частичка истины, да, рассчитана на то, чтобы нас всех разъединить. Сначала материалистов от эзотериков, эзотериков там от научного мира, религиозных от атеистов и так далее. То есть вот это все, это вот все работа концептуальщиков на самом деле. И мне кажется, что вот эти хозяева денег, это просто инструменты, которые, ну, конечно, высокого уровня, там, да, у них очень много власти, мы не спорим. Они реализуют сценарии на земле, но они тоже вписаны в какой-то один большой сценарий. И я бы их назвала инструментами вот этого библейского сценария, который развивался. Те деньги действительно правили миром, да, но какой-то определенный момент, да, мы знаем это, где Запад был главной метрополией. Но это было бы, ну, как бы, это как бы было хорошо на тот период времени, там, столетия, даже тысячелетия, допустим, да. Ну, это было хорошо для развития Земли, на самом деле. Вообще, мне кажется, вот это понятие, вот эта наша дуальность, хорошо или плохо, это, знаешь, это тоже игры разума нашего человечества, потому что, ну, нет ничего хорошего, не плохого, если так разобраться, это разводство, посмотреть. Когда мы говорим, что деньги – это зло, это тоже вот в сторону, да. Когда мы говорим, что бездуховно жить – это тоже здорово, главное там деньги. Это все крайности, на которые нас постоянно наталкивают. И наталкивают нас не концептуальная власть, ребят, нас наталкивают вот эти вот хозяева, вот, которые были хозяевами этого сюжета. Ну, ты знаешь, Аркаш, ну, мне кажется, что все гораздо глобальнее, и все гораздо, наверное, не так прозаичнее. И мы вот увидим, что вот, если бы это была концептуальная власть, она бы осталась бы на сцене. А на данном этапе мы видим, что игроки вообще меняются. А ну, ты же понимаешь, что хозяева каких-то концептуальных планов, они не могут изменить. Они останутся при любых условиях. Это, они будут меняться. Кто они? Я хочу сказать, что вот то, что нам попадается в прессе, я не верю. Я не верю, что это какие-то серьезные семьи, там, итальянские даже, да, вот эти вот группы, кланы. Я думаю, что это тоже, частично, наверное, там есть правда, но это не вся правда. Это однозначно нам никто не даст понять, кто это люди на самом деле. И я тебе хочу сказать, что могут многие там со мной не согласиться. Многие сказать, что мы там проталкиваем какие-то глобалистические идеи. Ребят, это на подумать информация, но если бы весь мир не был в чих-то одних сценариях, глобальном каком-то писем, какой-то ход истории, мы бы давно перебили друг друга. Но это невозможно, потому что хозяева денег тоже бы не договорились. То есть я думаю, что здесь очень хитрая схема, которая действует беструктурно. Понятно, что никто не отдает, не отдает. Вот, ребят, поэтому сценарию, как режиссер, отдал, да, артистам и говорит, вот ваши слова прописаны, вы так действуете. Нет, конечно, это намного гораздо более сложнее. Есть какой-то общий ход истории, который должен быть. Затем вот этот второй уровень идеологической власти, которая эту концепцию, идеологию какую-то облекает. И есть уже следующий уровень, вот это вот денежные власти, которая реализует концепцию. Я думаю, что даже они уверены, что они главные игроки вообще на этом поле. Я так думаю, им, наверное, скорее всего, дают понять, что они главные в этой игре. И я думаю, что из того, как они себя ведут, я думаю, что они действительно в этом уверены. Но это совсем не те, не главные игроки. Очень хорошая фраза, вот фильм «Вот этот замысел», мне понравилась, очень хорошая фраза была «Выбирай, кем хочешь быть обманутым». Ну, то есть на человека столько наваливается вот этих вот различных верований, учений, каких-то там теорий. Ну, просто распутать этот клубок практически невозможно. И пока мы будем оставаться в этом страновом мышлении, что Запад воюет с Востоком, что хозяева, что банки, это хозяевые деньги, они прописывают. Ну, я не знаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь тотально, но это не тот уровень, который могут прописать какие-то концептуальные сценарии на столетие. Но они мыслят в парадигме денег все-таки. А вот концепция, она немного выше. Идеология стоит выше, идея стоит выше всего этого. Смотри, я со многим согласен, то, что ты говоришь. Но смотри, так как я бизнесмен, который сам себя построил, мне никто не помогал, в принципе. Но можно сказать, с нуля начин. Не можно сказать, так и есть. Я хорошо изучил систему финансовую. То есть стал, вынужден был изучить экономику, но не с классических, каких-то там официальных, запутанных и лживых каких-то теорий, а по практике. И мне в этом помог также очень разобраться экономист-сенатор Ранкул, например, или австрийская школа экономики, или, например, Милтон Фридман. Кстати, советую всем. Очень-очень серьезный экономист. Сейчас он получил бы поле в лоб, а тогда в 80-х он получил Нобелевскую премию. Очень странно, что такому человеку дали Нобелевскую премию. Я понял одно, что вот смотри, человек – это духовно-материальный микс, правильно? Это и духовное, и материальное. То есть я никогда в жизни не был сторонником отделения души, тела, отделения человека на разные части. Типа вот эта физическая часть, это духовная часть, или наоборот, как ты говоришь в крайности, что деньги – это зло, или оружие – это зло. Но нет, ни деньги, ни оружие – это не зло. Деньги – это гениальное изобретение, потому что гениальность денег заключается в том, что это тебе дает анонимность, свободу, и освобождает тебя от необходимости постоянно что-то производить, чтобы с кем-то обменяться. Это нерационально, это утопия. Это не может долго работать, и это непрактично. Но в чем тут суть? То же самое оружие. Если оружие находится у народа, народ живет свободно. Если оружие у бандитов, как сейчас, то люди живут плохо. То есть суть тут не в том, понимаешь, все должно быть в каком-то природном балансе. То есть духовно-физическое состояние человека прежде всего зависит от его семейного апбрингинг, в какой семье он вырос, что он получал в детстве. Потому что человек рождается и с хорошими, и с плохими качествами, и в нем можно развить и то, и то. Вот мы когда смотрим, помнишь, в прошлый раз мы об этом говорили, что все эти маньяки – это обиженцы, это обиженные люди. Среди них нет ни одного любящего нормального человека. И они рабы по своей сущности, поэтому они любят навязывать рабство другим. Это понятный феномен, психологи и психопаты как раз-таки этим живут. То есть нету среди диктаторов нормальных людей. Нету. Нормальный человек не может быть диктатором. Он не может получать кайф от того, что он диктует людям, как жить и контролировать чужую жизнь. Он сам против этого, сама его сущность против этого. И то, что говорят, власть портит людей, я с этим тоже в корне не согласен. Так же, как и говорят, что деньги портят людей, тоже с этим в корне не согласен. Я лично пережил моменты, когда у меня не было денег на бензин и дошел до моментов, когда есть возможность покупать там недвижимость, все, что захочу. Меня это не испортило абсолютно. И друзья такие же у меня, и знакомые. Просто это является как бы индикатором. Вот скажем так, деньги – это индикатор, власть – это индикатор. Я очень много людей знаю при власти, которые ничуть не испортились, а наоборот. Они пришли к власти ради принципа, ради того, чтобы защитить справедливость. Далеко не надо ходить. Наш мир, нашего города. Простой мужик такой, в свитере. Краски были у него на джинсах. Я даже не знал, что это мир. Я спросил, говорит, извините, у вас знакомые лица. Он говорит, я мир города. И с приходом его к власти, то есть он сделал то, что потенциально сделал бы ты или я. Продвинулись бы на какую власть, какую-нибудь позицию власти, чтобы остановить вот этот вот бесие, которое сейчас окружает людей. Я бы, например, с удовольствием бесплатно, абсолютно бесплатно, взял бы на себя ответственность, допустим, быть президентом, даже уж если фантазировать. С удовольствием я это делал бы 24 часа, и я не спал бы, чтобы что-то исправить. То есть, опять-таки, ни власть, ни деньги ничего не меняют. Это натура человеческая. Вот то, что мы сейчас видим, то, что мы видим, те же марионетки. Что такое марионетка? Это человек, который продался. То есть человек бессовестный, без личности, без любви к самому себе. Человек, у которого в душе стоит темнота. Вот эти люди, которые сейчас исполняют, делают вот то, что происходит, исполняют эти приказы ради денег, ради того, чтобы... А их нижний уровень – это тот, который говорит, да, я пошел там, жижу принял, чтобы путешествовать. А что мне делать? То есть это те же самые люди. Разницы нет в них. Только одни находятся на высоком уровне. Индикатор там пропипикал, он проработал. А у других нет возможности себя проявить. Вся вот эта вот, вся каша, которая сейчас идет, прежде всего в этом виновата натура человека. Это человеческая натура. Расскажу такой короткий случай. Буквально вчера мы ехали домой. Вот здесь у нас внизу дорога, такая трасса, да, фривей. И вижу, лежит олень, которого сбили и мучается. Я тут же остановил машину, спустился он, бедненький, на меня олень смотрел. У него нос, из носа кровь шла. И эти глаза, которыми олень на меня смоял, сначала были полны страха. Потом я стал его ласкать. Моему мокрую тапочку жена дала, чтобы водичку в рот был разбитый у него, бедного. Я стал останавливать машины посреди фривея. Там скорости немаленькие. Остановились, значит, первая машина остановилась. Мужик сказал, ой, это дикое животное, не буду трогать. Сможет нога на меня ударить, хотя олень был небольшой. Второй автомобиль остановился. Женщина стала звонить, помощь просить. Третий автомобиль остановился. Парень сказал, ой, сейчас дочку отвезу, приеду. Подожди, а потом передумал. Остановился, вышел. Он взял оленя за ноги, я взял за руки, перевели, значит, перенесли оленя в траву. И олень позволил, чтобы его ласкали. Это дикие животные, они к себе никого не подпускают. Вот эти глаза, которые я увидел у оленя, я никогда в жизни не забуду. Вот человек остановился, мне помог. Мы пожали друг другу руки. Он сосед, оказывается, где-то здесь живет. Вот, пожалуйста, разница, реакция у людей. Один сказал, не могу, это дикое животное уехал. Другой связываться не хотел. Женщина как могла звонила. А вот третий, он остановился, тоже свою машину остановил, аварийский включил. И мне помог без разговора. Мы пожали друг другу руки, я посмотрел ему в лицо, говорю, слушай, я никогда не смог бы быть охотником. Он на меня посмотрел, у него глаза мокрые были. Он сказал, я тоже. Мы обнялись. У меня было такое чувство, что этого человека всю жизнь. Я даже его имя забыл спросить. Вот это и есть проявление человеческой натуры. Не совсем хорошее и хорошее. Ребенок плакал, жена плакала. Этот олень смотрел на нас, приехал, шериф, знакомый. Говорит, это животное не выживет, я его должен избавить от мучений. Я говорю, только не сейчас, дайте мы уедем. Я уехал, когда разворачивался, я услышал выстрел, как вздрогнул этот олень. Вот так его жизнь закончилась. Но вот этот эпизод так глубоко запал в меня. Поверь, если бы я увидел, не буду называть имена преступники, которые хотят уничтожить человечество, чтобы их пристрелили, я бы праздновал. Хотя вроде бы тот человек, да, убийство человека, если бы я увидел, но злого, вредного, убийцу, у меня ничего не вздрогнуло бы. Мне уже 57 лет, у меня нет сентиментальности, не нужно. Да, не будем называть имена. А вот олень, который вот так страдал, умирал, очень сильно на меня подействовал. Вот в чем у нас проблема у человечества, что вот это компэшн, сочувствие у людей убито. Убито. Люди идут на охоту. Вот просто идут, стреляют в животных. Это нормально. Они могут вырастить животное, а потом раз голову порезать и сожрать. Вы понимаете, это все веками насаживается в людях, понимаешь? Проблемы, я считаю, что не тот, кто что-то там оркеструет, что-то кто-то. Прежде всего, проблема в нашей, к сожалению, у большого количества, то есть больше, чем хотелось бы количество людей, очень гнилая натура. У них нет души. Хотя я душу от тела не отделяю. Я не из тех людей, которые, ну, верующие, которые отделяют душу от тела. Для меня это единое тело. Но у них душа больная. У них нет ее. Она не развита с детства. Это уже психологически. Нужно к психологу обратиться, чтобы это все понять. Ну, вот видишь, если мы переведем это в такую плоскость более вот нашей темы. Вот смотри, на самом деле, это же ведь все рассчитано на то, чтобы людей, вот про что мы их затронули, да, в науку, эзотерика, религия, нас разоединяли. И вот каждый уводился в какую-то свою крайность. Если мы берем людей науки, то они, ну, как бы ушли в науку. И очень мало кто из них смог соединить, там, признать, да, что есть какая-то правда в другой какой-то сфере. Нет, их приучили очень долго, столетиями приучали к тому, что вот есть только вот то, что вы, доказательная фактология здесь лежит. И вы не допускаете, как бы, даже возможности чуду какому-то, да. Но потом, когда на стыке стали появляться, то есть этот процесс уже был запущен, вот про который мы идем, что нужно объединить все вообще. На самом деле объединить, как людей объединить, потому что вот это разоединение, когда нас разоединили и сказали, что, ребят, запад хороший, восток плохой. Восток хороший, запад плохой. И с молоком матери мы впитали, что мы какие-то враги между собой, да, ну, нам делить-то нечего, по большому счету. Есть хорошие люди, есть какие-то люди, которые, ну, не подходят нам вибрационно, да, как угодно не подходят, да, но это не наши люди. И они не плохие, и не мы хорошие, да, ну, вот так вот как-то совпало. А по большому делению вот это, я не понимаю смысла его. То есть я для себя вижу, там, где начинается дробление на какие-то касты, кластеры, классы народа, течения, верования, для меня это сразу ложное. Это то, что преследует цель разоединения, но и потом, естественно, словно по отдельности, это гораздо проще. То, что идет на объединение, это для меня всегда правда, потому что вот нас объединяет все, любовь к коленю, да, сочувствие какое-то, неважно, нас вот, нас объединяет что-то. И вот мне кажется, сейчас самое главное, знаешь, найти вот то, не то, что нас разоединяет, вот насколько нас приучили, смотри, вот мы смотрим видео какое-то, да, и говорим, и мы сразу замечаем что-то плохое. Ой, а мне не понравилось вот это. Мы не говорим, что нам понравилось, да, вот, например, либо слушаем какого-то спикера. Мы не замечаем то, что нам срезонировало 90% его информации. И 10% информации, ну, не зашло, это не наше. Но мы говорим о том, что нам не зашло этих несчастных 10%. То есть мы постоянно выискиваем какие-то там, ну, что нам плохо, да, вот, ну, ребят, ну, Господи, ну, нам, в конце концов, есть много общего. И я считаю, что пока мы будем, вот, знаешь, два года вот этой негативщины, вот этой вот копания, ну, мне неинтересно. Вот, Аркаш, ну, серьезно, я даже уже не записываю никакие-то ролики касательно вот на это все бесия. Ну, неинтересно, ну, ребят, ну, кто не понял сути, к чему это ведет, ну, это же невозможно. Это бессмысленно и бесполезно. Я говорю уже давно, уже, наверное, больше года о том, что доплевать, какие сценарии нам уготовлены, да, там, каких из его денег придумали там для того, чтобы выжить самим. И нас загнать куда-то. Да вообще все равно-то их какая-то там идея, задумка, это не значит, что она уже должна там реализоваться. Да мы сами должны реализовывать свою жизнь в конце концов, объединяться какими-то там способами. Эти технологии, которых все ругают, мы благодаря этим технологиям сейчас с тобой на разных континентах разговариваем, в разных часовых полюсах. Почему и мы не можем забрать эти технологии, которые нам даны в открытом доступе, использовать их для своего блага. И вот этот единый мировой сценарий, который он есть, это не значит, что он плохой. Я не беру из-за его денег вот эти сценарии мелкие, да, вот локальные, которые сейчас. Понятное дело, что они античеловеческие, но это вообще даже нечего объяснять. То, что сейчас происходит, это полностью на истребление всего человеческого, что вообще в человеке есть. Это же однозначно. Но если мы берем какой-то более глобальный сценарий, вот эту идею какую-то, я не думаю, что она плохая. Это возможность взять из этой идеи то, что мы хотим. Но не бывает полностью плохих сценарий, не бывает полностью плохой книги, либо плохого кино. Но мы должны забрать, в конце концов, осознать, что никто за нас это не сделает. Не сенаторы, не мэры, не губернаторы, не президенты. Не придет мессия, хотя я не исключаю, что нам скоро ее предъявят в войне с инопланетянами. Что для этого готово, чтобы нам предъявить какого-то мессия, который нам с помощью голограммы будет предъявлен. И куча народа в это поверит. Это все ерунда. На самом деле, пустота полнейшая. Пока мы сами не поймем, что из любого сценария мы должны выжить для себя то, что мы хотим. Вот то хорошее, выкристаллизовать это каким-то образом, объединяться с теми. Все, но мир изменился. Многие хотят вернуться к тому миру, который был. Но не будет, ребят. В одну воду дважды не войдешь. Мир пошел дальше. И я тебе хочу сказать, я во многом, если анализировать то, что произошло, я во многом этому благодарна. У меня ушло куча знакомых, которых оказалось на поверку, сложности какие-то, оказалось, что у нас с ними вообще ничего общего-то нет. Кроме каких-то таких меркантильных разговоров, ничего больше нет. То есть вот на идейном плане нас ничего с ними не связывает. А сколько новых знакомых мы нашли по всему континенту, по всему миру. Ну, ребят, ну это хорошо. Значит, и в этом плохом мы нашли что-то хорошее. Я знаю, что я считаю, что просто сама Вселенная, я не знаю, я не верю, конечно, в Бога, который дядька с бородой сидит на небе и нами там управляет. Я в это вообще не верю. Я считаю, что вот этот дьявол, это люди в негативе создали какую-то там проекцию и на него сбросили. Вот это он виноват. Опять ответственность себя убрали. Вот это вот религиозные, вот эти вот эгрегоры, которые мы были подключены, ну куча, много людей подключено, войны из-за которых были. Ну, ребят, ну это опять же снятие ответственности себя. Ну, никто не решит наши проблемы за нас, ни в семье, ни в общественном плане, ни в глобальном. Ты абсолютно правильно говоришь. Поэтому я считаю, что если мы не сделаем выводов, что хватит, костылей не будет, по каких-то опор больше не будет. Я думаю, что знаешь, вообще вот на мой взгляд, вот это вот все глобальные вещи, они ведут только к тому, чтобы люди прозрели. Есть такой закон времени, я не знаю, знаешь, ты про него или не знаешь, я недавно тоже про него узнала. Как бы он научно даже подтвержден. Закон времени, когда сначала время развивается, он растянут на столетия. Вначале события идут медленно. Ну, возьмем там какую-то феодальность в роли Средневековья. Все очень медленно, информация распространяется медленно. Все это как бы люди не могут коммуницировать с огромным кругом, как мы сейчас. Затем события. И вот его жизнь проходит, по большому счету, он родился в одной парадигме и умер в той же парадигме. Ничего колоссально не изменилось за его жизнь. Дальше идет время. Мы пришли там какой-то век индустриализации, промышленности. Конечно, там уже человек родился, знаешь, когда он там на телеге с лошади уехал, умер, когда был уже паровой двигатель запретен. Это колоссальный прорыв и так далее. То есть технологии, технологии. Это дает нам, мы за одну жизнь проживаем, несколько жизней на самом-то деле. То есть все ускоряется. И вот этот закон времени к чему? Это закон, который продуман самим пространством, в котором мы живем, космосом. Это действует как в космосе, так и у нас на Земле, как часть космоса. Все ускоряется, ускоряется, ускоряется для того, чтобы обеспечить сохранность того, чтобы мы уцелели. То есть если все-таки пришли какие-то процессы негативные, и они распространяются, то за счет того, что все ускоряется, 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 пришло к какому-то пику, все рушится в один момент. Под обломками эти же люди, которые были инструментами в этом сценарии, они погибают под этими обломками. Вот мы это будем наблюдать. Вот я уверена, все эти банки, они погибнут под этими обломками. Потому что вот то, что они наградили за столетия какие-то свои, вот всю эту пирамиду выстроили, вот этот закон пространства и времени, он снесет их. Ну потому что есть какой-то тупик, пик их абсурда какого-то. Мы даже до абсурда просто. Мы сейчас это просто, мы в колоссальное историческое время живем, эпохальное просто. Люди до нас, наверное, тысячелетия жили и не наблюдали там этого. Это цикл какой-то. Вот сейчас закон времени сносит их просто. Вот он их снесет, и мы начнем построение абсолютно нового мира. И нам выбирать. Либо, естественно, нам предложат какую-то свою идею. Придет новый там, новые люди придут на место вот тех вот похороненных под обломками старого мира. И они скажут, ребята, мы предлагаем вот такую-то идею. Я уверена, что она будет тоже с системными ошибками. Я более чем уверена, потому что ничего там они нам хорошего предложить не могут, потому что они будут новые элиты, которые они там сами себя называют, они будут предлагать то, что выгодно им. Это однозначно. Неважно, что это будет. Вот как это не назвать? Капитализм, криптокапитализм, криптосоциализм. Вообще плевать. Это будет то, что все равно будет вот какое-то толпоэлитарное вот это вот управление, да, вот эта вот элита, она все равно останется, а нам будут какие-то объедки дворского стола все равно присылать, естественно. Но мы настолько сейчас живем в вахальное время, когда мы увидеть смогли. Вот кто хотел все это увидел, что вообще происходит. И когда он увидел вот этот же, как действует закон времени, когда вот столько информации, которую эти элиты сдержать уже не могут, вот эта информация, это, понимаешь, это вот и спик, когда этот закон времени просто сейчас все снес. И информация выходит наружу. Они не могут уже вот никак контролировать, как бы они нам не закрывали рот, да, не закрывали там в Ютубе, соцсетях, которые они сами сделали, чтобы нами управлять, но мы также их используем для нашего блага. И они не могут все это закрыть информацией, ну, столько за эти два года, кто хотел. И он, я не знаю, он информацию почерпнул больше за всю оставшуюся жизнь. На самом-то деле, даже если до этого люди ничем не интересовались, а жили в какой-то в своем системе координат. Ну, то есть вот сейчас наше время выбирать. Либо мы сами самостоятельно, независимо от тех сценариев, которые там есть, выстраиваем свою какую-то реальность, ну, либо, ребят, мы снова идем в какую-то вот, в новую, встраиваемся в какую-то систему, я вообще даже неинтересно, как они это назовут. Либо, я же говорю, ну, мы снова будем ведомыми. Поэтому, Аркадия, с тобой абсолютно согласна. Вот ты живешь в совсем другой реальности, согласись. Вот люди скажут, о, а хорошо тебе, так ты потому что в Южной Докоте. А как ты оказался в Южной Докоте? Ты сам сделал выбор, ты сам взял на себя ответственность, ты понял, что, ребят, надо что-то искать, никто мне не предложит в Калифорнии шикарные условия. И я начал искать, где мне будет хорошо. Ты сделал серьезный выбор. Единицы только сделали. Я же перед, задала тебе вопрос перед эфиром. А сколько еще людей? Ты призывал всех, да, полтора года назад действовать. Ты уже про то, ты сделал всю черную работу. Ты проторил дорогу, ты все узнал. Ты звал на готовые людей. И сколько одна семья только решилась на это? Из всех твоих знакомых, из всех твоей там подписчиков, и там сотни, да, и тысячи людей, которые тебя слушают. Ну, то есть, ребят, это... Поэтому, когда мне начинают вот эти вот... Рассказывать, как все плохо и как нас там нагнетают. Ну, ребят, ну, извините, конечно. Никто не обещал, что будет легко и хорошо. Но если вы не сделали выводы за два года и не поняли, что не надо ждать ни дядю, ни тетю, которые за вас это сделают. Ну, ребят, ну, тогда не обижайтесь. И дальше не будет легко, и дальше вы пойдете с троем туда, куда вас поведут. Но всегда есть выбор. Ты понимаешь, мне вот эти вот жалостливо какие-то... Я уверена, сейчас комментарии начнутся хорошо вам там рассуждать. Вы сидите, у вас там есть ресурс, наверное, там. А меня с работы выгоняют. Слушай, ну, у меня куча знакомых, которых поменяли работу для того, чтобы не принимать причастие там два или три раза, или четыре там некоторые. А есть знакомые, которые сказали, ай, не, ну, как-то жить надо, вот, вот, как ты сказал, там, для путешествий, там, да, например. Ну, мне их не жалко. Ну, Аркаш, ну, я могу сказать, что, может быть, я там очерствела за это время, но мне не жалко. Вот вообще все равно, это не мои люди. Но зато я увидела, сколько моих людей рядом. Ну, они просто поменялись. Ушли одни, пришли другие. И я считаю, это здорово. Это такой фильтр, который просеял мое окружение. И сейчас ко мне приходят люди, только те, которые на одной волне со мной. И мы реально, мы строим свои какие-то вещи. Вот в реальном материальном плане. Мы делаем свои СМИ сейчас регистрируем, СМИ нового времени, в которой не будет вот эта пропаганда, которая, да, там, и так далее. Наши знакомые с тобой общие строят медицину нового времени, да, которая там пишет декларацию человека, который будет, хотят регистрироваться. Они делают колоссальные вещи, на самом деле. Самые простые люди – это не политики. Они не имеют своих партий, фракций, не имеют за собой миллиарды долларов, ничего не имеют. Они самые обыкновенные. И они делают реальные шаги в направлении того, чтобы и самим жить хорошо, и чтобы их единомышленники, которыми поверили, тоже жили хорошо. Люди объединяются в какие-то кооперативы, в какие-то поддерживают. Вот, например, там, где я живу, у нас просто, ну, тоже запрещено там ходить в магазин, еще многие. Мы нашли фермеров, которые, ну, не требуют ничего, да, там, никаких там подтверждений о причастии, и мы их поддерживаем. И фермерам хорошо, и нам хорошо. Мне приятно есть эти продукты, не супермаркеты, которые нам потравливают нас постоянно. А я поддерживаю людей, которые на самом деле делают мне добро. То же самое можно, ну, найти, ну, ребят, но это только желание. Если мы будем сидеть, ныть, и вот, и рассказывать, а расскажите, как нам это сделать? Не, никто ничего не расскажет, я не расскажу. И Аркадий не расскажет. А никто ничего готов к решению. Есть только для каждого свое решение. Вы должны сесть и для себя это решение придумать. И как только вы сделали правильный... Вот вселенная так работает. Я же говорю, я тоже не верю дядьку с бородой. Но я верю, что есть какие-то физические просто вот законы, да, которые действуют вот на уровень выше, чем мы, нашего даже понимания. Квантовой физике тоже тоже доказали. Что как только вы приняли решение, вот идти этим путем, у вас сами возможности на вас начинают просто вот приходить, приходить, приходить. Вот то есть как бы вы попали вот в эту струю, да, поток какой-то. Все. И вот, знаешь, мне этих говорящих голов вообще не люблю. Я не давидайка, не слушаю. Понимаешь, это все системные ребята, которые проталкивают там какие-то вещи, которые мы должны быть с нами слышим, да, и так далее. Но одну фразу, я его запомнила. И ты знаешь, мне кажется, что она имеет место быть. Я не знаю, как она работает, потому что я не физик, не квантовый физик, но она работает. Он сказал одну классную штуку, что когда вы принимаете это решение быть вне системы, вот это их с ней, она вас не видит. Аркаш, я тебе клянусь, я столкнулась с тем, что когда я приняла это решение, да, уже там два года, эта система меня не видит. Кабут, такое чувство, что меня, вот, меня нет в этой системе. Они не видят, что я не ношу намордник. Они вообще меня не трогают. Вот никаким просто образом. Такое чувство, что вот, понимаешь, вот мы на разных параллелях, и они вот, мы для них становимся просто, ну, ненужными. Для них есть много хомячков, над которыми они будут дальше экспериментировать. А нас они просто вставляют в покое. Они понимают, что ребята сделали свой выбор, ну, и нате вам возможность. Вот свобода воли, пожалуйста, в действии. Жму руку, абсолютно согласен. И даже добавлю немножко конкретных примеров. Например, вот взрослые люди мне спрашивают, говорят, а там работа есть. И потом говорят, это стандартные фразы. Говорят, мой друг уехал тоже в Аризону, и ему тоже те же стандартные фразы говорят. Ну, если здесь так, значит, и там это будет. Это вторая фраза. И третья, третья какая была, да. А где гарантии того, что там этого не будет? То есть, вот я не могу понять, как ты сказал, я согласен, вот эту психологию страха, потому что если человек идет в своих убеждениях за своими поступками, да, вот он идет за свою целью дерзкими поступками, если у него приоритет на самом деле жить, ну, более или менее, да, свободно или свободнее есть значительно, и он этого не делает, то, значит, все, что у него в жизни происходит, он это заслуживает. И поэтому я согласен, мне тоже их не жалко. Например, недавно говорил с человеком, и надеюсь, что этот человек услышит на мою программу сейчас с тобой, и говорит, вот там ребенок, там сейчас в колледже, там в колледже, говорю, алло, вы еще не поняли, что происходит? Какой колледж? Ребенка сейчас будут скоро ширять. Вы, наверное, вы еще живете, вроде наполовину где-то что-то поняли. Какая система? А что буду делать? Вот вопрос людей. Или я получаю там 150 тысяч в год зарабатываю, а ты заработай 50 тысяч. Ну, будь свободен, не жалуйся. Живи как человек, потому что жизнь короткая. Я не уверен, что после этой жизни есть какой-то дух, он куда-то идет в хорошие места. Если бы я так думал, наверное, ничего не делал бы в этой жизни. Я знаю, что у меня есть сейчас и сегодня. И что в моих руках, по крайней мере, есть определенное количество шагов, которые я могу предпринять. И немало этих шагов. И знаю, сто процентов могу сказать, что когда ты поступаешь дерзко, дерзко, обязательно открываются вот эти новые двери. Обязательно. А когда ты сидишь, вот как сидел, и то, что есть, и то закрывается. То есть, если последняя зацепка этих людей, допустим, что касается наших эмигрантов в США, они здесь сидят и за денег. Эти деньги прикроются, это будет их наказание. Обязательно прикроются. И тогда, чтобы был у них урок, потому что в универсе есть закон баланса, законы кармические, они работают не всегда. Но когда надо, они работают. К сожалению, не всегда, но работают. И когда у них закроется вот эта последняя крышечка, закроется, ради которой они себя лишали нормальной человеческой жизни, утешая себя тем, что на меня маски не действуют, я не одеваю, мне плевать, у меня ребенок уже не в школе, и так далее, и тому подобное. Тут погода хорошая, к примеру. Когда уже этот последний канал закроется, они скажут, они даже признаются в этом, вот когда уже придут ко мне в дверь, постучат, тогда я уже что-то буду делать. Есть? Вот. А мы уже профильтрировали этих людей, эти люди нам уже не могут быть друзьями, мы с ними не можем быть на одной волне, потому что поезд уже ушел. Тот, кто дерзко предпринял шаги и сделал ради свободы своей человеческой, потому что он себя считает свободным человеком, они самообманом занимаются, говорят, что ну у меня уже ребенок не в школе, это меня не касается, ну у нас нет, пусть родители этим занимаются, они могут понять, я думаю, что нету такого понятия на сегодняшний день, их дети, мои дети, это наши дети, вот о разделении, да, мы говорили, когда они поедутся нашей свободы, наши дети, вот даже простой концепт, людям говорят, вот либертарианство, это типа индивидуальность, но люди не понимают, что если у тебя индивидуального интереса не будет, ты коллектив тоже не сможешь правильно себе выбрать, потому что индивидуализм, он не идет против коллективизма, он просто основывает свои действия, априори основанные на индивидууме, я индивидум, я единственный во всем этом мире, кого зовут Архадий Мелкуниан, ты единственная, вот когда люди поймут, что нас обманывали, говорили, я это самое последнее слово в алфавите, это самый настоящий страшный бред, это античеловеческий тезис, который люди выучили, я это самое первое слово в алфавите, без я нету ничего, все начинается с я, и это не значит, что ты какой-то отмороженный эгоист, плохой человек, наоборот, пока человек не ощутит значимость своего я, пока он не полюбит свое не эго, а себя, вот это его я не получит теплое, доброе, любовное понимание от самого же себя, пока человек свое я не полюбит, он не способен никого любить, как человек, который не умеет, не знает, как, допустим, чистить дом и ухаживать за огородом, как он может почистить чей-то огород, он же не может, он должен сам научиться сначала делать, чтобы, вот когда люди поймут, что индивидуальность, она важнее, чем коллективизм, тогда им не будут говорить, вот из-за тебя, из-за того, что ты сигарету куришь, пассивное курение, из-за тебя, что ты маску не одел, все заражаются, вот это коллективное и приводит к стадному, индивидуальность к стадному не приводит, и всегда обвиняют, это такая старая советская ржавая пропаганда, и которая сейчас у глобалистов ведет, что индивидуализм, это эгоизм, человек не может без общества жить, это же тоже опять перевертый, подмена понятий, разделение опять, индивидуальный выбор, индивидуальность каждого человека и есть та прелесть, которую каждый человек должен в себя оценить и ориентироваться именно ею, не так, как все, как и я, нет, я так, как и все, нет, я так, как моя убежденность, я так, как я хочу, это то, что я люблю, не люблю, воспринимаю, не воспринимаю, вот тогда уже можно создать общество, как ты говоришь, новое, основанное из индивидуалистов, которые нашли себе подобных и на индивидуальных убеждениях создали свою группу или коллектив, а у нас все было перевернуто, что коллективный интерес выше индивидуального, нет, дорогие, это будет только тогда, когда я индивидуально решу пожертвовать своими интересами ради коллектива. Даже жертвовать не надо, Аркаш, вот смотри, пока мы не поймем, что каждый из нас станет вот этими вот, полюби себя, потому что человек, который не умеет любить себя, он не может в априори любить кого-то другого, он не понимает, что это, мы приходим в этот мир в одиночке и уходим из него тоже в одиночестве, все остальное это то, как бы, знаешь, наше зеркало, вот кого мы там к себе притянули, да, вот на самом-то деле, и вот то, что ты говоришь, это абсолютно верно, и нам, понимаешь, как вот опять разделение, вот те, которые говорят о том, что индивидуальность это главное в человеке, на самом-то деле, свое я, да, они говорят, что мы не способны к коллективизму, а это все наоборот, вот опять перевертыш, который одно не исключает другого, только вначале ты должен обрести эту свою индивидуальность, полюбить себя, тогда ты способен полюбить своего ребенка, ты способен полюбить свою семью, свою жену, либо своего мужа, свою маму и папу, тогда, когда ты полюбил только себя, И тогда ты, коллектив, это не стадо, которое не имеет своего цвета, ничего, а это набор индивидуалистов, которым просто комфортно с собой. И над этим обществом невозможно ничего сделать, потому что каждый здоровый психический человек, а любой психически здоровый человек в первую очередь любит себя. Это не эгоизм. Нам опять сделали перевертыш, вы эгоисты. Нет, ребят, мы не эгоисты. Мы просто индивидуалисты, которые понимают, что в одиночку нам тоже некомфортно, потому что мы тоже социальное животное, но нам комфортно в обществе таких же индивидуалистов. И у нас есть общие точки соприкосновения, и мы прекрасно себя чувствуем. Только мы даем право каждому быть самому. У каждого есть... То есть твоя точка зрения, это не значит, что я должна умирать, каждый раз столкнувшись с чужой точкой зрения. Я рада тому, что у человека есть обоснованная своя точка зрения, и я не стараюсь перетянуть его на свою частную вечеринку, понимаешь? Я послушаю, я где-то с кем-то соглашусь, с кем-то не соглашусь. И это круто. Потому что, например, я сегодня не согласилась и завтра послушала, говорю, знаешь, а мне-то понравилось. Сразу мне, например, мы все живые существа, мы сначала отрицаем то, что они входят в нашу парадигму, а потом мы говорим, слушай, ну круто. А давай попробуем, знаешь, по большому счету тут вот ты так думаешь, я так думаю, а на этом вместе можно что-то вместе попробовать сделать на стыке наших мнений. И так рождаются люди, которые не боятся сказать свое мнение, которые постоянно не оглядываются поиски. А что сказал более умный, более сильный, более влиятельный? А мне все равно, что он сказал на самом деле, потому что я знаю, что у меня есть своя точка зрения, я могу спокойно ее выражать, и я ее никому не навязываю. Право каждого отфильтровать, взять для себя то, что ему интересно, а что нет. То есть наша сегодняшняя передача с тобой для тех людей, которые поняли, что они индивидуалисты. И им интересно быть в обществе таких же индивидуалистов, где каждый имеет свою ценность, и это и есть кайф и круто. И я хочу сказать, что уже над нами ни одна система не властна, потому что любая система, она унифицирует, она делает всех подобными. Любая система, я считаю, что коммунизм, капитализм, они все гребут под одну гребенку. То есть если ты, а человек, он такой, ну, посыл у него такой, что ему комфортно находиться в большинстве. Ну, вот как бы вот, и есть такой даже метод манипулятивной журналистики, метод большинства, который делает иллюзию, что ты со всеми, и тебе хорошо, ты, значит, ты на правильном пути, потому что большинство не может ошибаться. А все, это опять перевертыш, который нам внедрили в наше сознание. На самом деле, по большому счету, большинство всегда ошибается. Всегда выступает. Потому что они идут завнедренными в их сознание идеями. А человек, который через себя все пропустил, он понимает, что он в меньшинстве. А потому что вот мы в меньшинстве всегда, на самом деле. А я хочу сказать, что в этом тоже кайф. Потому что когда ты ощущаешь, что ты в меньшинстве, ну, в каком крутом меньшинстве ты находишься. И ты понимаешь, что это сила, на самом деле. Это большинство серое, которое, да, там вот конформисты, которым плевать, как и что, им удобно вот в этом большинстве. Ну, хорошо, пускай живут в своем мирке, а нам удобно в своем мире, в цветном, красивом, значит, где каждый имеет право высказаться. Каждая личность, индивидуальность, слушай, ну, нам хорошо, нам комфортно. И мы не перессориваемся здесь, потому что каждый имеет, дает право существовать другому мнению. Я считаю, что это и есть то, к чему мы должны, на самом деле, стремиться. Отмести в сторону все фальшивые идеи любой идеологии, которую нам внедряли. Я говорю, у меня вообще плевать, как она называется. Нет ни одной идеологии, которая бы можно было взять за чистую монету. Нам какой-то, нам коммунизм внедряли, марксизм, социализм, крипто-социализм. Сейчас там капитализм внедряли. Это все заложено, ну, везде заложена своя идеология, скажем так. И если ты не вписываешься в эту конкретную идеологию, ты все равно оказываешься в меньшинстве. Вот, ну, я считаю, что нам только к своему надо делать. Только к своему. Которую никак, которой придраться нормальный человек не может. Только может придраться тот, кто недостаточно изучил ее или прочитал про нее из каких-то других источников, то есть, где опять перевертываешь, выдается за вроде бы эту идеологию. Есть одна такая идеология, и, по-моему, это представитель этой идеологии. Это называется либертарянство. Всем советую посмотреть, что это такое. Это неизм. На меня молодые ребята напали, как бы, что типа вот либертарянцы, там один либертарянец, который хочет свободу, решит какую-то страну уничтожить. Я ему сказал, стоп, молодой человек, товарищ Малакасов, стоп. В либертарянство основной принцип. Свобода личности номер один сразу же после этого идет. Не решать вопросы через насилие. Насилие никак не воспринимается. Так что либертарянец не может решить, уничтожить страну или кому-то что-то навязать. При либертарянцах, при либертарянском обществе, и коммунист может иметь свои колхозы, и совхозы могут объединиться, и быть коммунистами, и маршировать под плакатом Ленина без денег. Никто не тронет. Но зато самое главное, чего нельзя и недопустимо не будет при либертарянском индивидуальном обществе. Ни одно правительство тебе не скажет, одевай маску, читай вот эту книгу, ты должен одевать вот это, сделай так-то, так-то, потому что обществу ты можешь вредить, твоя сигарета вредит, твой автомобиль вредит, печку не включай, глобальное противление. Я считаю, я пришел к этому сам через много-много-много лет, как-то случайно, я как-то никогда себя не приписывал никуда. Не люблю я это дело, да, там. Как-то случайно получилось, долгую историю рассказывать не буду. Я читал очень много Марк Твена, кстати, это очень крутой писатель, это далеко не то, что мы читали в школе, там у него очень много чего глубокого. А потом перешел на Томаса Джеттерсона. И когда я стал этих людей изучать, и как раз вот это все началось, первые ряды людей, которых я действительно уважаю, слушаю, согласен, вот как мы вот в унисон у нас идут и мысли, и действия, и все вместе взятое, это мои дорогие, любимые американские герои, как, например, судья, федеральный судья бывший, Эндрю Наполитано, Джеральд Селленде, Ран Пол, его сын сейчас много чего делает. Я давно понял сам автоматически, вот на интуитивно-интеллектуальном уровне, что я либертарианец. Если уж какое-то там взять себе клеймо какое-то, я не люблю клеймо, но так как это не изм, я понял, что я либертарианец. И многие люди, кстати, мои слушатели, когда я им объяснял об этом, они стали писать, что оказывается, я либертарианец. И я не люблю, чтобы мне диктовали, и я не люблю диктатуру, и я люблю индивидуальность, и я уважаю разные мнения, но я имею право высказаться. Это не толерантность, далеко не толерантность. Это далеко не то, что ты говоришь. Но если ты либертарианец, значит, ты любишь всех. Нет, я имею право вслух словарно ненавидеть кого угодно, и матом, если где нужно, и сказать, нет, ты не мужик, ты женщина, хватит там называть себя другим полом. Это я не согласен с тобой. Но мы не такого типа людей, мы против насилия. Но если насилие будет применено против нас, это не значит, что мы будем с улыбочкой толерантно. Нет, вон там стоит вот это вот. Мы его возьмем в руки и будем отбиваться. Но сами мы насилие никому не навяжем. Хотя для нас полная противоположность такие системы, как коммунизм, например. Мы рыночные люди. Ты предложи, понравится, куплю. Нет, я тебе предложу как договорное все у нас. Но если на нас нападут, мы возьмемся за оружие, если надо будет. И оружием будем защищать свой дом, семью и все, во что мы верим. Если это будет как крайний, самый крайний выход из ситуации, мы это тоже сделаем. Я к чему говорю? Я жил в Советском Союзе, немножечко пожил в Италии, даже в Советском Союзе тоже в разных республиках. То есть довольно-таки много где как жил и общался, так как я жил еще в Калифорнии, где практически весь мир живет, все культуры. Хочешь попасть в Корею, езжай в Корею, поймешь, какие они и что там в основном. Все там. И путешествовал много, и в Гавайях жил. Я пришел к одному выводу, что есть определенные традиции, как ты говоришь, да, как люди выросли, с каким менталитетом. Есть определенные традиции в определенных странах и культурах, где человек с детства не любит себя. Его пристыжали за это. Ему эта тема была запретная. Он не имел права говорить, а я, я, я себя люблю, на самом деле люблю. Потому что так общество было построено. Выгодно было руководителям этих стран, вот этой системе, структуре, воспитывать послушных, много вопросов, не задающих людей. Это то же самое касается религии. Удобно, Харкаш, скорее всего, удобно. Удобно. Единственная страна до последнего времени, опять-таки, уже, наверное, процентов 60 не так. Но хотя бы 40% этой страны, где с детства воспитывали индивидуализм, уважение к частной собственности, как к своей, так и к чужой. И это США. Вот как раз-таки один из тех штатов, где я нахожусь. Где, Алис, я даже не могу описать, это радикально противоположный мир от того, где я жил 30 лет. Я был уверен, вот если бы кто-нибудь два года назад мне сказал бы, чувак, а ты не думаешь переехать, например, в Монтану или там в Салдаку? Я сказал бы, вот тебе телефонный номер врача, пойди таблетки выпей. Клянусь, это был бы мой ответ. Даже моя супруга смеет и говорит, помнишь, что ты раньше какие песни пел? Я говорю, вот, поэтому нет худа без добра. То, что сейчас произошло, оно нам открывает новые горизонты относительно себя, себе подобных, окружения и вообще переоценка ценностей. И как ты говоришь, если кто-то до сих пор не понял, что происходит, я очень жалею, надеюсь, что хоть сейчас, хоть что-то начнут понимать и действовать сами. Без всяких богов, лидеров, без всяких там. Будут лидеры, поддержим, нет проблем. Но надо начать самому уже действовать, а потом уже, само собой, все как бы войдет в правильное русло. И уже надо как бы эту телегу раскачать. Помнишь, как паровоз работал? Его нельзя было завести и поехать. Надо было туда дрова, чтобы пар набрался, давление поднялось. Давление сейчас уже поднялось. Посмотри на Казахстан, что там происходит. Это полигон. Я очень хочу две строчки про Казахстан, потому что слушатели скажут, вот Аркаша исчез, вообще не проливает свет на эту тему. Сейчас повод как раз касается всего, всей этой темы. Казахстан – это тренировочный полигон для глобалистов. Люди на самом деле, там идет двойная параллельная игра, на самом деле люди, которые от этой власти поимели. И сбоку уже организованные провокаторы, которые хотят демонизировать обычных людей, дать повод в кавычках «миротворцам» разбомбить свой же народ под текстом, под заголовком, что это террористы. И тот же террорист, например, армянский правитель Пашинян, который сам с улицы пришел к власти, сейчас посылает войска, чтобы помочь диктатору против такого же, какого он вышел на улицу. И плюс ко всему тот же диктатор, который поддерживал Азербайджан, который уничтожил армян. То есть аморальность, степень, я не знаю, даже проституцией это нельзя назвать, потому что я считаю, что проститутки – это довольно-таки порядочные, линейные люди. Проститутка – это будет оскорблением для проституток. Довольно-таки, я не знаю, слово «вылетело» у меня, хотя у меня неплохой русский запас. Вот этих людей, они не хуже, чем проститутки. Журналисты, да, проститутки, СМИ – это проститутки. За деньги скажут все, что угодно. Но эти люди – это какое-то другое, найнизкое качество, которое только может быть у людей. Это именно как раз те люди, которые не то, что оленя на улице увидят, а просто даже увидят там, не дай бог, даже пример не хочу приводить, маленького ребенка выброшенного куда-нибудь от плохой матери на улице, проедут мимо и не помогут. Это вот эти люди. Это категория, просто уровень власти, который у них есть, марионеточный, он позволяет им проявлять себя такими, какие они есть. И когда люди, которые думают, как мы, в основном, опять-таки, мы не можем сходиться во всех мыслях, что они заслужили от природы Богом данные их свободы, с которыми они родились, и они не собираются их отдавать тому, кто эти свободы им не давал. Вот где зарытая собака. Люди должны понять, что свободы тебе не давали те люди, которые сейчас хотят забрать. То есть у меня не может забрать кто-то что-то, чего он мне не давал. Если я взял у тебя твою машину на неделю, ты имеешь право прийти и ее забрать. Все, неделя прошла, верни мне мою машину. Но ты не можешь, я не позволю, чтобы ты мою машину меня забрала. Вот где самый простой пример вот этого парадокса заторможения у людей в мыслях, что они не понимают, что неважно, ты хочешь путешествовать или нет, неважно, ты веришь, что это витаминчики или нет. Это неважно. Это другие вопросы совершенно. Поэтому я, как и ты, тоже уже на эту тему не говорю. Тут важно понять, что тебе никто не имеет права диктовать условия, где твои свободы передвижения те же защемлены или свободы выбора работы тех людей, которые ее тебе не давали in the beginning way, априори они тебе это не давали. Ведь это же абсурд, понимаешь? И люди не задумываются, что минуточку, а почему я должен что-то делать, чтобы куда-то летать? Это мое право летать, а деньги даю частной компании, чтобы заехать в самолет, чтобы полететь. А это третье лицо ко мне вмешалось, третье, между мной и самолетным агентством, да, там, полетными. Третье лицо вмешивается между нами, между нашей сделкой. И у меня свободы хочется отобрать, меня шантажирует. Тот факт, что людей это не бесит, то есть они не против этого, вот органически, говорит о том, что эти люди очень сильную проблему имеют в вопросе любви по отношению к самим себе. Вот где собака зарыта. Оттуда идет уже все. Априори оттуда все зарыто там. У них отсутствует логика здравого смысла. Вот на самом деле, если задуматься, это и есть логика здравого смысла. Все. Люди, которые не задумываются, это, ну я говорю, мы не достучимся до них, у нас нет вообще даже такого желания достучаться и кого-то перетянут на свою частную вечеринку. Ну, ребят, ну им комфортно, ну и хорошо. Я тебя уверяю, что найдется много таких, которые скажут, ребят, ой, я ждал этих слов, услышат на самом деле, кому-то что-то помогло, да, где-то люди говорят про это вслух, потому что мы много, знаешь, иногда думаем, но не знаем, как это облечь в лексическую форму. Мы сегодня сделали, вот облекли в лексическую форму свои какие-то мысли. Я говорю, это может быть, это наша гипотеза, это, допустим, даже наша фантазия, но это то, что мы думаем. И никто не мешает тому, кто не согласен с нами сесть и записать другой разговор, сказать, ребята, я с вами не согласен, а вы здесь вот ошибаетесь, и мы с ним поговорим, почему нет, да, и мы с ним это можем даже обсудить. Я думаю, спасибо, Аркаш, тебе огромное за беседу интереснейшую, я была очень рада тебя видеть, будем закругляться. Я только хочу, знаешь, в заключении напомнить всем нашим зрителям, вот еще раз подчеркнуть о этой необходимости слушать, но всегда оставлять зазор между, вот даже то, что мы сказали, чтобы могли проникнуть, ну, какие-то чудеса для них самих, и еще ни кем до этого неизведанные, неописанные, а им есть место в нашей жизни, вот только ты сделаешь правильный выбор, и вот эти возможности, которые можно назвать чудесами, просто, да, действительно чудеса и волшебство, они начнут сыпаться на вас, видеть, но всегда держать в уме возможность иллюзии, она всегда есть, эта возможность иллюзии, каждому надо присобачивать такое важное слово, кому, задавать этот вопрос, кому это надо, вам или нет, а самое главное, верить себе больше, чем не себе, чтобы потом не ходить в слезах, соплях, в последствиях, потому что не налезло, не подошло, не сработало, я считаю, что это главный наш посыл, спасибо, до новых встреч с тобой, спасибо всем зрителям, спасибо, пусть они не думают, что мы какие-то лекции кому-то читаем, просто мы делимся со своими знаниями, опытом, много это проверено на практике, так что это не какие-то только лишь субъективные, не только лишь субъективные мнения, а есть определенные законы, которые на практике себя показали, что они работают, вот лучше пусть люди думают именно в то, чтобы верить себе, вот надо верить и любить себя, еще раз добавлю последнее, что я прочитал очень много про детство того же очкарика, да, Билика, он был очень нелюбимым человеком, он не любит себя, я это гарантирую, так что люди должны подумать на эту тему тоже, как себя начать опять любить и ценить, вот и все, спасибо, все, до новых встреч, спасибо,